Всем привет! И сегодня на канале в стране чудес будет очередной обзор полезных товаров для дома с сайта Алиэкспресс. Очередная куча посылок. Сегодня будут очень полезные товары для дома, самые покупаемые товары на Алиэкспресс и товары, о которых не принято говорить вслух. Но многие их покупают и никому об этом не рассказывают. А я-то вам сегодня расскажу. Ну что же, поехали! Сегодня вот прям куча, много-много всякого разного. Как обычно, не знаю с чего начать, но с чего-нибудь начну. Давайте начну я с подушки надувной, вот такой вот красивенькой. Так вот так вот, чуть-чуть приподнимем камеру. Подушечка вот такого вот размера. Вот так вот две мои руки, видите? Вот такого размера. Она специально у меня надута не полностью, потому что я на неё кладу свою полную ножку. Мне так удобнее, чтобы она вот именно вот такая вот была, а не полностью надутая. Чем хороша вот эта подушка? Их в магазине два цвета. Есть такая зелёненькая в листочек и голубенькая. У подушки очень хорошее вот это вот покрытие. Оно такое, знаете, как бархатное и очень хорошее. Мне оно нравится. Подушечка, скажем так, не так, чтобы шибко дорогая, но и не особо дешёвая. Данную подушку я могу порекомендовать. Мне вот эта подушечка нравится и своим размером, и своей вот этой вот приятной внешней основой. Подушку можно использовать как для маленьких деток, как для путешествий и для всего чего угодно. Подушка классная, рекомендую. Так, возвращаю камеру в исходное положение. Поехали дальше. Дальше что попадается, то и попадается. Сегодня будут какие-нибудь халявные покупки. Одна из халявных покупок вот такая вот монетница брали за 14 рублей. Окей, приехала вот так вот, знаете, как в советские времена были такие тоже монетницы, только они были квадратные, так и круглое. Наши монетки сюда тоже благополучно влезают. 14 рублей. Всего лишь навсего. Наконец-то мне приехали защитные такие вот красивущие чехольчики для карт. Уже, то есть их пять в наборе, одна, как вы видите, уже полностью используется. Всё хорошо, прекрасно работает. Вот такие вот красивущие я себе взяла. И я думаю, что вот эти вот оставшиеся чехольчики я буду использовать для рукоделия. Ну, посмотрим, как это будет работать. Ну, я думаю, что будет работать. Мне вот они вот прям нравятся. Вот можно прям играться с ними весь день. А это ещё под одним наклоном. О, такой красный. Такое прям зарево вообще. Прям вот не наиграешься с этими чехольчиками. Обалденно красивые. Дальше. Дальше. Ещё из халявки такой. Вот такие вот приехали щёточки. Где они, где они? Так, три штуки брала. Щёточка и мини-зубная паста. Даже ещё ничего не распаковала. Но уже через пакетик было видно, что вот эта зубная щётка, она вот реально, она одноразовая. И даже зубы страшно чистит, ребята. Такая достаточно грубоватая. Ну, собственно, чисто вот на поездку куда-то, когда вот надо. Вот тебе и паста. Пасту, кстати, можно даже на три раза попользоваться. Ну, исключительно такой одноразовый вариант. Иногда действительно очень удобно, чтобы не таскать. Особенно если вы летаете самолётами, где вес имеет значение. Вот такие вещи. Это гораздо удобнее. Когда вы все их берёте с собой в один конец, и обратно везёте кучу всяких сувениров. Вот это вот всё выкинули в помойное ведро и забыли. Не надо с собой туда-сюда таскать дорогущие щётки, дорогущие пасты. Едете всего лишь навсего на отдых. Можно попользоваться чем-нибудь таким. Чем-нибудь таким. Приехали очередные шнуры с пипками магнитные. Приехали очередные, очередные шнуры с пипками. Вот такие вот шнуры. Ехали что-то долго. Каждая пипка в отдельном пакетике. Благо, что всё приехало. Данные шнуры уже на своём канале неоднократно я показывала. И сегодня я вам продемонстрирую, в чём же фишка, в чём же разница, в чём отличие. Мальчики, девочки, обратите внимание. Я не помню, я показывала или нет. Пауэрбанк показывал. Кстати, хорошенько его потестировала. Пауэрбанк вот этот всё-таки мне понравился. Именно из-за того, что у него есть отображение, сколько там у него процентов заряда. Это очень-очень хорошо. Так, убрала я свой. Вот смотрите, я просто не помню, показывала я вам или нет. Вот этот вот шнур магнитный, которого огонёчек горит. Так, сейчас фикус поймаем. Вот этот вот. Это вот обычная пипка. А вот с такой вот пипкой, видите, это на передачу данных. Так что смотрите внимательно, когда будете покупать и заказывать. Просто я не помню, я такое чувство, что я вам уже показывала, рассказывала. А с другой стороны, кажется, что, может быть, забыла. Поэтому обращайте внимание. У меня вот два таких теперь шнура. Один уже подключен к ноутбуку и один вот на Пауэрбанк. Именно потому, что у меня вот такая пипка стоит именно на телефоне. Для меня это очень-очень-очень удобно. Так, пипки, шнуры. Шнуры я уже показывала, поэтому не вижу смысла заосплять. У меня такое большое видео получается. Дальше, дальше. Дальше. Один из самых популярных товаров на Алиэкспресс. Это вот такие тёрочки для пяточек. Первую свою тёрочку для пяточек я показывала несколько лет уже назад. Это вот такая вот тёрочка. Она стоит подороже. Как вы видите, площадь у неё гораздо больше. Тёрка классная, до сих пор работает. Люблю её, обожаю. Эта тёрка хорошая, двухсторонняя. Тут с обеих сторон лазерные вот эти тёрочки. А вот тут как раз лазерная тёрочка здесь вот такая. А тут вот что-то такое непонятное. Ну, тоже хорошо трёт. Уже испытывала. В принципе, неплохо. Вот эти стоят что-то в районе 200 с копейками. Там иногда бывает платная доставка, бывает бесплатная. Ну, в общем, средняя цена 250-270 рублей на Алиэкспресс. Вот на такие ссылочку найду, обязательно поставлю вам. И вот эту брала за 80 рублей. Сейчас, по-моему, 76 стоит. В принципе, эффект один и тот же. Когда уже пяточки ухоженные, то, в принципе, вот такой маленькой достаточно. У кого пяточки очень сильно запущенные, но там надо потрудиться будет месяц их потереть хорошенько. Каждый день и пяточки придут в норму. Так что вот эти вот лазерные тёрочки всем-всем настоятельно рекомендую. Я говорю, это самый покупаемый товар на Алиэкспресс. Потому что в наших обычных магазинах они стоят бешеных денег. Особенность, не дай бог, это специализированный магазин для ногтей, для маникюра, педикюра. А то там просто цена на них космос. Кто уже пользовался, пишите в комментариях. Так, дальше. А вот дальше, так, что, 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 что? Ну, давайте перейдём вот к тому, что больше всего бросается в глаза. Очередные термонаклейки для тканей. Прилетели вот такие мимимишные наклейки. Вот такая вот милота. Прилетели мне вот такие вот партизаны. Я уже показывала такую наклейку. В конце этого видео я вам покажу, что я сделала с этими наклейками. Будем избавляться от дырок на одежде в очередной раз. Ну, в том видео я уже его сняла. Я вам обязательно ещё раз поведаю, что я была одна из пионеров, кто показал вот эти термонаклейки в своих обзорах. И ещё раз просто повторюсь. Раньше, да, их было очень мало на Алиэкспресс. Сейчас и хоть пруд пруди. Вот. Демонстрация такая лёгкая. Потом в конце увидите, что я делала с курткой. Вот эти вот безгалтера я заказываю дочке. Это от продавца. Вот такое облачко и вот такой вот новогодний коал. Такие вот безгалтера любит море-бетёныш. Не хочет она носить, как взрослая девочка. Хочет пока что в такой маечке ходить. И вот тут мы уже вот этих вот няшек-милашек, которые приклеили мы. Вот такая вот милота. Вот так вот можно обозначить как-то. Какие-то картиночки приляпать. В общем, кому что нравится. Кстати, кому нужны такие маечки. У меня девочка такая достаточно уже фигуристая. В общем, на тоненькую девочку будет очень хорошо. То есть даже у кого грудь первого размера, девочки, они очень хорошо тянутся. Прям такие хэбэшечки. Прям вот милое дело. Рекомендую. Так что термонаклейки рулят. Кто брал... Сейчас я говорю, у продавца они там по 13 рублей. Ведь это каждую наклеечку можно вырезать. Вот такого вот китика. Китика мы вырезали. Видите, нету кита. И приклеили даже мужу на куртку. Вот захотела, он говорит, заклей мне там дырдочка. Заклей мне. Ну, мимишность, мимишность этих наклеек просто зашкаливает. В первую очередь их мимимишным, вот, малипусеньким размером. Это что-то вообще с чем-то. Заказываю еще. Причем, кстати, у кого есть маленькие девочки, вот таких мимимишных, вот такие картинки, можно клеить на кукольную одежду. Это вообще просто вау. Так, это я уже сто раз показывала. Дальше. Самый покупаемый товар на Алиэкспресс на данный момент. Именуемые мною китайские сопли. Вот такой вот силиконовый двухсторонний скотч. В этот раз заказала такой недетский размер. Вот такое вот чудо. Я уже говорила, что лучше не вытаскивать их из этих вот пленок, иначе к ним вот тут по бокам поприлипнет все, что только можно. То есть я уже показывала в этот раз вот такая вот пришла прям вот толстенная, здоровенная. Ну и в очередной раз заказала вот таких вот тоненьких всяких разных. Вот эти, по-моему, вообще по 22 рубля были, вообще просто копейки стоят. И одну чуть-чуть потолще. Вот в хозяйстве реально постоянно используются куда-то эти сопли. Что-то на них клеится, что-то на них приклеивается. Просто милое-милое дело. Тоже уже неоднокразно показывала в своих обзорах. И всем настоятельно рекомендую покупать. И, кстати, сразу от этих соплей переходим к тому, где я буду заменять. То есть вот есть двухсторонний скотч для крепления. То есть куплены специально на окно. На окно крепления для гирлянды. Вот такие вот прозрачные финтиплюшки. Вот они, двухсторонние. Я надеюсь, что тут всё ясно и понятно. Вот провод просто так продевается. И к ним идёт белый двухсторонний скотч. Меня это не устраивает. Эти прозрачные, это белое. Не знаю, как совпадёт с панелями или нет. Буду клеить именно их на китайские сопли. Опять же, эти китайские сопли, если вдруг что-то не понравилось, их можно аккуратненько отклеить, и всё оторвётся. Так что, а вот двухсторонний скотч может остаться навсегда на ваших пластиковых панелях. Это драть будет невозможно. Так что, в данном случае, рекомендую лучше пользоваться именно китайскими соплями, а не вот этим двухсторонним скотчем, который идёт в наборе вот с этими держателями для шнуров. И ещё один из самых популярных и покупаемых товаров на Алиэкспресс – это новогодние гирлянды. Новогодние гирлянды самые дешёвые на Алиэкспресс. Я не знаю, может быть, где-нибудь в Москвах, на каких-нибудь складах, может быть, есть дешевле. Но лично для меня самые дешёвые именно на Алиэкспресс. Вилочка Евро, наша родимая. В этот раз взяла фиолетовую. В прошлом году уже показывала, брала такую розовую яркую. В этом году взяла фиолетовую. Вот такая прелесть. Регулируются режимы. Вообще просто красотища. Мне вот нравятся однотонные. Мне уже не нравятся разноцветные. Они есть везде. Мне вот надо, чтобы было такое однотонное что-то хочется. Вообще круть. Гирлянда 10-метровая. Можно выбрать больший размер. Можно выбрать цвет у продавца. Хотите синий, хотите зелёный, хотите красный. Какой хотите. Вот этим всё хорошо. Причём, вы знаете, здесь очень-очень мягкучий такой шнур. Прям вот он мягкучий-мягкучий. Прям такой вот гибучий-гибучий. Не то, что вам послышалось, а гибучий-гибучий, это значит гибкий. Вот прям такой вот он какой-то прям вот мягкий прям. Не такой, как обычно. А вот прям какой-то вот он в этом году, наверное, какой-то новый пластик идёт вот к этим вот. Что он прям такой вот, такой какой-то прям мягонький-мягонький. Он и так мягенький обычно, а тут ещё мягче. Гирляндочка очень хорошая. Естественно, потом прикреплю на всё вот это вот хозяйство. И всё будет хорошо. Перед тем, как я вам расскажу о товаре, о котором мне принято говорить слух, я хочу объявить очередной конкурс на моём канале. Итак, внимательно слушаем условия конкурса. Первое. Для тех, кто не понимает, что там за приз, приз в этом конкурсе, вот сейчас, который я объявляю, будет украшение из серебра 925-й пробы, который победительница или победитель выберет сам в фиолетовом магазине. Кто не знает, что такое фиолетовый магазин, пиши мне в личку. Как написать мне в личку? Есть ссылочка в инфобоксе под видео или смотрите в комментариях. Так вот, победитель сам выберет себе украшение из серебра 925-й пробы в фиолетовом магазине. Если он у вас есть, если у вас его нет, извините, вы не можете участвовать в данном конкурсе. Так вот, теперь вот это видео, которое вы сейчас смотрите, нужно сделать репост в ваших соцсетях. Соцсети, Одноклассники и ВКонтакте. Никакие Татьяна, знает какая Татьяна, никакой не Фейсбук. Нет. Одноклассники и ВКонтакте. Всё. Других соцсетей я не признаю. Я просто не могу разорваться на все соцсети. Так вот, делаем репост. Естественно, ставим лайк и пишем любые комментарии под этим видео ежедневно. Но перед тем, как писать комментарий, вначале ставим английскую буковку W. Сначала W, затем ссылка на вашу соцсеть, где вы сделали репост этого видео и только потом пишите комментарий. Вот, чтобы было вот так и никак иначе. Потому что, если вы напишите длинный комментарий и в конце напишите W, я его не увижу, потом будут разборки и поиски виноватых. Если вы оставите ссылку на свою соцсеть в конце комментария, оно потом тоже будет не видно и опять будут разборки. У меня там что-то было, у меня там что-то не было. Внимательно запоминайте алгоритм оставления вот этих комментариев. Вначале буква W, ссылка на вашу соцсеть, где вы сделали репост этого видео, а потом пишите комментарий. Я разыграю приз приблизительно либо в преддверии 11.11, либо вообще 11.11, либо после 11.11, то есть там плюс-минус день-два. Вот где-то в промежутке вот в этих числах. И дополнительный второй приз может быть получен любым из участников, если в течение, вот до того, пока, скажем так, ладно, делаем так, до 11.11, Все видео, которые у меня будут выходить под любым из этих видео, вы также можете оставить свой комментарий с W и со ссылкой, где вы сделали репост именно вот этого видео, которое вы сейчас смотрите. И я вот из тех видео тоже выберу еще одного победителя, то есть будет два человека, которые получат приз. Я сейчас наговорила черти знает чего, что сама даже у самой уже куча в голове непонятно, поэтому условия этого конкурса четко и ясно я пропишу в описании под видео в инфобоксе. И не забывайте о том, что ваши соцсети должны быть открыты, чтобы я могла вам написать сообщения, чтобы я вообще могла к вам зайти на страницу и посмотреть, где у вас там репосты сделаны, чтобы все ваши страницы на YouTube, все эти ваши подписки, плейлисты понравившиеся видео, все это должно быть открыто. Если это закрыто, если ваш комментарий выпадет, ребята, вы ничего не получите, потом будете кусать локти. Я еще раз повторяю, что условия конкурсов для всех одинаковые. И помните о том, что победитель связывается со мной в течение суток после того, как я объявляю победителя. Если победитель не связывается со мной в течение суток, значит данный приз считается невостребованным и будет разыгран в следующих конкурсах. Не через неделю, не через месяц, не через полгода, а через сутки после объявления победителя вы в течение суток связываетесь со мной. Если вам в течение суток этот приз не нужен, значит он вам не нужен вообще. Я так считаю. Ух, наговорила много, поехали дальше. Теперь переходим к товарам, о которых не принято говорить вслух. Девочки и мальчики, крем от одной из распространенных проблем всего человечества. Геморрой. Да, на Алиэкспресс есть крем от геморроя. И поверьте мне, я купила его не для соседа, не для каких-то родственников и не еще для кого-нибудь. Для себя я его купила. У меня нет геморроя, но у меня есть другие проблемы у пятой точки. У меня бывают сильные расстройства желудка. До такой степени, что потом я уже в туалет не могу ходить даже с самой мягкой туалетной бумагой. И мне приходится покупать, знаете, такие большие, большие ватные диски. Такие прям вот, вот такие вот огромные. Вот такие вот здоровенные. И пользоваться ими как туалетной бумагой. Благо, у меня в туалете еще есть раковины и прочие дела. Вот такими вот дисками приходится пользоваться вместо туалетной бумаги. Потому что пятая точка болит так, что иногда вот такое расстройство желудка, что, вы знаете, в туалете наступает просто полнолуние, оттуда доносятся волчьи завывания от боли. Поэтому я купила себе этот крем. До этого я покупала нечто, что-нибудь такое у нас в аптеках, типа спасателей, скорой помощи. Ну, в принципе, это помогало. В какой-то период времени мне даже помогала детская присыпка. Да, потому что раздражение вот именно такое, что вот как у деток бывает, да, натертости какие-нибудь. Вот у меня было то же самое. Соответственно, купила я себе вот это чудо. Причем заказала сразу три тюбика, потому что я предполагаю этим пользоваться, а не просто на это смотреть. И, о чудо, действительно работает, действительно мне помогает. Ребята, я не знаю, как там при каких-то формах геморроев, но в моем случае помогает. Пахнет это средство, ой, не приведи, Господи. Как говорит мне об этом мой нос, пахнет какими-то гнилыми яблоками. Вот для меня это такой запах. Ну, соответствующий запах для соответствующего места. Но, тем не менее, работает. Вначале такой небольшой охолождающий эффект. Пять минут и боли нет. Вот это мне очень-очень понравилось. Поэтому данную мазь я могу рекомендовать. А учитывая, насколько много отзывов на эту мазь вообще на Алиэкспресс, есть продавцы, у которых просто тысячные покупки, проблема распространенная, поэтому просто об этом не принято говорить вслух. Я об этом говорю. Так что мазюку эту я рекомендую. Берите смело. Во всяком случае, хотя бы один тюбик возьмите, у кого есть такие проблемы. Пятой точки. У нас много водителей, много людей, которые много сидят на работе. Проблема достаточно распространенная. Так что не надо этого стесняться. Это зависит не от вас, понимаете? Когда мы чем-то болеем, заболеваем, мы же не сами этого желаем. Это просто так происходит. Просто у нас воспитание немножко иное. Идет вот так, никому не говори. У меня перхоть. Ну, что-нибудь типа того, да? Понимаете, да? Вот так вот мы живем. Ну, и в заключении сегодняшнего обзора, что шарики? Воздушные шарики. Хорошо, пусть будут шарики. Под занавес. Воздушные шарики. У моего ребенка скоро день рождения. Я всегда, каждый год, кто смотрит мой канал, заказываю воздушные шарики, обязательно фольгированные. Вот эти вот шарики. Можете зайти по ссылочке, посмотреть. Я сейчас один надутый. Ну, сейчас все уже дрыхнут у меня. Поэтому не пойду в комнату шуршать. Значит, вот этот шарик, он вот такой вот. Он превращается прямо в шарик. Здесь вверху есть пипка. Его можно подвязать. И он, ну, посмотрите. Там можно выбрать, во-первых, цвет такой прям ингредиентный. Такой, вот они очень красивые шарики. В общем, надули. Значит, так, на что нас стоит обратить внимание. Я сегодня чуть-чуть не открыла спор. Дело в том, что вот эти шарики, вообще они очень хорошо держат надутый воздух. И обычно, ну, если берем обычную соломинку для коктейля, обычную, как это было раньше. Значит, вот тут вот есть такая пипочка. Мы это все дело продеваем. Вот так вот. Оп, о, здесь проделось хорошо. Все пошло дело. Видите как? Пошло дело. А тут... А, это я уже... Сейчас вот здесь не пойдет. Все, я поняла. Так, ну-ка здесь. А здесь вот, видите, все, соломка ломается. Вот очень сильно вот здесь вот зажато. Я думала, что тут запаяно. Я не смогу его надуть. Нет, это я уже с тем шариком пошуршала. Берем вот, грубо говоря, кисточку, вот какую-нибудь такую закругленную. И вот так вот, оп, немножечко вот так вот делаем. То есть, чтобы вот пошло вот дело вот туда. Я надеюсь, видно, о чем я говорю. И вот потом уже всовываем трубочку и надуваем эти шарики. Ну, вот что-то как-то вот так вот здесь сделано. Вот после того, как надуете, воздух будет держаться очень долго. Вот за это вот можно прицепить всякие ленточки. В общем, красотища неземная, нереальная. Шары здоровенные. Я покупала, по-моему, по 46 рублей. Сейчас, наверное, чуть-чуть подороже стоит. Но посмотрите, сколько они будут 11-11 стоить. Может быть, с 11-11 будет выгоднее купить. И всегда рекомендую шарики покупать приблизительно месяца за два до торжества. Потому что, ну, всякое бывает с почтой, вот чтобы не разочаровываться. Рекомендую шарики. Так, теперь как это было сложно. Все шарики рекомендую покупать заранее. Обязательно заранее покупать, чтобы потом вот бац, у вас уже праздник на носу. А шарики до сих пор не прилетели. Ну, а на этом сегодня все. Как обычно, все ссылки есть внизу в описании под видео в инфобоксе. Не забывайте про конкурс. Ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты. Не забывайте про дополнительные видео, которые будут выходить до 11-11. Ну, и как обычно, я всем желаю удачных покупок, мира и добра. И пока-пока. А кто досмотрел это видео до конца и даже посмотрел про куртку, то обязательно поставьте в комментариях плюсик. Сегодня в очередной раз покажу вам, как избавиться от дырок на куртках. В данном случае прожженная куртка, прожженная на спине. И как обычно, меня выручают термонаклейки. Взяла термонаклейку. Я ее немножечко сделала поменьше, чем она была. Куртка баллоневая, гладить ее нельзя. Будем гладить через марлю. То есть, вот так вот снегирика одного сажаем на эту дырку. Но дело в том, что вот тут очень сильно обожжена. И вот это вот очень грубая, поэтому часть. Если бы тут была какая-то дырка такая, которая бы шевелилась, грубо говоря, я бы, конечно, еще бы сюда паутинку сделала. У меня уже было подобное видео на моем канале. Но снимаю еще раз, потому что очень многие приходят. Никто не хочет смотреть старые видео. А потом смотрят новые и удивляются чему-то. То, что уже давным-давно было снято. Вы знаете, я, наверное, даже могу похвастаться тем, что, скорее всего, я одна из первых людей, кто снимает обзоры на Алиэкспресс. Кто вообще показал, что на Алиэкспресс есть вот такие термонаклейки. Когда я снимала первое видео, вот этих термонаклеек на Алиэкспресс было крайне-крайне мало. Их было прям вот совсем мало. Вот до такой степени мало. Вот вообще такая грубая. Прям так прижгли, так прижгли не по-детски это называется. Очень было мало. А сейчас, сейчас их на Алиэкспресс такое великое множество. И с каждым днём появляется всё больше и больше картинок. Вот на любой вкус и цвет. Вот вообще вот просто абсолютно на любого потребителя. Хоть детские, хоть взрослые. Для людей помоложе, для людей постарше. Всё, что угодно. Вот некоторые спрашивают, куда вы всё это лепите? Куда вы всё это приклеиваете? Были бы наклейки. Куда наклеить найдётся? Вот. Всё. Вот теперь вот здесь вот не так грубо. Обрезала вот эти края палёные. И сажаем снегирика. У меня вот, видите, вот спина. И вот швы идут от задней спинки. И вот чтобы вот никуда ничего не уехало, сажаю вот так вот снегирика. По серединке буду его сажать, чтобы ещё вот так вот веточка попала вот так. Так. Стоять, Зорька. Накрываем марлей, чтобы не испоганить куртку вообще окончательно утюгу. Так. Марля должна быть сухая. Либо бумага какая-нибудь. Ну, я всё-таки буду... Так. Сейчас ещё раз, чтобы никуда ничего не уехало. Зафиксировать. Так. Где у меня там обжёг? Прижёг, чтобы он так вот крылышками был прикрыт. Вообще вот в данном случае, вот так вот можно рукой придерживать. Берём утюг. И частично наклейку фиксируем, чтобы она уже никуда не поехала. Вот так вот. Оно уже сейчас так зафиксируется. Утюг ставим на максимум. То есть на хлопок. Чтобы вот эти наклейки лепить, нужно утюг ставить на максимум. Вот. Показываю, что с курткой всё в порядке. Так. Прихватилась. Прихватилась. Так. Тут у нас ожоги. Так. Вот теперь. Чуть-чуть, да. Прихватилась. Сейчас даже марлю сложу, потому что утюг очень горячий. Сложу марлю даже в 4 раза. Марля сухая. Так. И погнали. Так. Уже давим как можем. У меня под куртку, это я делаю вообще всё на стуле, у меня ещё там подложена деревянная разделочная доска для того, чтобы было всё упруго. Вот я вижу, что у меня ещё садится батарейка. Ну, я думаю, что принцип понятен. Так. Сейчас я просто заменю вам батарейку, чтобы вот весь вот этот процесс глажки не смотрели, в принципе, тоже, чтобы время не тратили. Так. Сейчас заменю батарейку, тогда уже продолжим всё остальное. Покажу полностью, как всю аппликацию приклею. Ну, как вы уже можете видеть, рисунок я разместила так, как не надо. Собственно, проглаживаем утюгом всё вот это дело. Я уже подогнала всё, куда надо. Уже, в принципе, даже всё попроглазила, как мне надо. Дальше всё просто. То есть, вот эту веточку, которую я обрезала, я её подсунула вот под эту плёночку сюда, чтобы она встретилась со снегириком. Дальше снимаем плёнку. Аккуратно, не торопимся никуда. И получаем супер-мега зачётный рисунок на куртке. Хочу сказать, у кого, если вдруг после стирки, стирать это всё можно при температуре 60 градусов, если у кого-то после стирки где-то как-нибудь краешки немножечко отойдут, это ничего страшного. Сейчас всё покажу. Так, снимаем тут. Тут потихонечку снимаем. Тут всё приклеилось. Сошлось как надо. потихонечку, не торопимся. Смотрим внимательно. Если вдруг где-то что-то не прижалось, ничего страшного. Сейчас плёнку снимем и ещё разочек прогладим. Это вот абсолютно всё супер-пупер. Так, вот эта веточка тоненькая. Сейчас мы её... Так, и вот тут ягодки плохо. Вот тут вот ягодки у меня плохо пристали. Но это, опять же, как я сказала, ничего страшного. Куртка у меня уже старая, но любимая. Помните, то, девчонки, кто давно у меня на канале хватали эти куртки по какой-то супер-мега-сказочной цене, что там, по-моему, по 450 рублей. Большой размер был. Вот так же, после стирки, если где-то что-то. Это вот именно на таких вещах, которые нельзя гладить, в принципе. Просто уже ложу марлю и просто проглаживаю ещё раз. То есть вот у меня вот тут ягодки плохо прижились. Ну, когда очень крупный рисунок, его вот очень трудно распределить вот это вот давление, потому что вообще на фабриках, когда вот такие рисунки приделывают, на футболке, там специальный пресс, а тут-то у нас всё-таки военно-полевые условия, условия выживания. Поэтому, то есть, поднажать надо. Поднажать. Опачки. Опачки. Марлечку убираем. Ой, 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 ой. Тоже поторопилась так. Не торопимся. Свежачок. Не торопимся. Так. Обычно делаю через бумажку. Через формат А4. Лист. Так, у меня вот тут ниточка какая-то вот затесалась. Так, вот эта веточка что-то какая-то, она у меня попалась. Уж больно. Так, если плохо снимается, делаем так. Делаем быстро, пока горячее. Пока горячее, делаем быстро. Не торопимся. Но пока горячее. Оп. Вот. То есть, все можно поправить, все можно исправить. Все. Прекрасный рисунок. Никаких дырок. То есть, все мы закрыли. Все это будет сидеть. Этот замечательный снегирь. Все будет прекрасно, и все будет замечательно. Сейчас покажу. То есть, вот у меня тут, видите, доска. Просто разделочная доска. И вот такая прелесть. На спине, на куртке. Просто вау. И никаких дырок. Такая целая композиция. Зимняя, новогодняя. Все будут смотреть теперь на мою попу. Вот так вот. Вот так вот смотрится на самой куртке. Я считаю, что просто здорово. Обалденно. И главное, никаких дырок. Обалдеть. Супер. Пишите в комментариях ваше мнение. У мужа тоже была прожженная куртка. Маленькая дырочка. Вот такую вот наклейку ему приклеили. Веселенькую. Тебе нравится? Да. Нравится, да? Да. Ну что, прикольный китик. Кит, да. Хорошо. На облаке. С птичкой. С птичкой, да. А вы говорите детское. Ничего не детское. Все по-взрослому. Все по-взрослому. Во-вторых.